Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тем не менее, в момент начала оккупации лишь 6,5% учеников учились на украинском, чуть менее 3% на крымско-татарском, в то время как более 90% получали образование на русском языке. На 2013 год в Крыму было 7 украинских и 15 крымско-татарских школ, все остальные вели обучение на русском языке. Министерство информации Российской Федерации приводит статистику за 2016 год в Крыму о предпочтениях обучения на украинском, русском и крымско-татарском языке детей возрастом от 7 до 17 лет. Так, по данным российского ведомства, украинские назвали родным 21% всех украинских детей Крыма, крымско-татарский — 74% детей крымских татар. В то же время, по данным Крымской правозащитной группы, в соотношении с доступом к образованию на родном языке в Крыму на 2016 год существовало 111% классов, где обучаются на русском языке. Это означает, что инфраструктуры больше, чем желающих получать такое образование. Доля крымско-татарского языка составляет 33,9%, это означает, что более 60% говорящих на крымско-татарском не могут получить доступ к образованию на родном языке. Доступ к украинскому образованию есть лишь у 15,5% украиноязычных детей. Украинские правозащитные организации настаивают на том, что пророссийские власти Крыма подвергают украинцев и крымских татар регулярной дискриминации. 100 слов по теме Итак, это радио Крымреалия, Сергей Макрушин, микрофон. 1 сентября мы обсуждаем, что же происходит в крымских школах, гарантировано ли крымским детям право обучения на одном из объявленных в Крыму государственными языках. Вот об этом мы поговорим. Я приветствую в нашем эфире Александра Седова, члена Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро. Доброе утро. Да, я зачитаю небольшую информацию. Крымская правозащитная группа провела сравнительный анализ сведений, полученных от Министерства образования Украины и Министерства образования Крыма по таким критериям. Языки, на которых осуществляется образовательный процесс в Крыму, общее число учеников на полуострове, изучающих родной язык, национальный и возрастной состав населения Крыма. Сведения охватывают 2013-2016 годы. Так, каковы результаты этого анализа, Александр? Ну, результаты показывают, что в период с 2014 по 2016 год очень резко сократилось как количество классов, так и количество учеников, обучающихся в этих классах на украинском языке. Так, если в 2014 году на украинском языке, на это имеется в виду сентябрь 2014 года, уже после оккупации начала учебного года, уже первого учебного года после начала оккупации, обучалось 2154 ученика. То есть, в 2016 году таких детей уже было 371. Всего 371 ребенок на весь Крым. То есть, с учетом того, что всего в Крыму более 200 тысяч учеников. И, судя по результатам переписи населения, как минимум 3950 детей считают украинский язык своим родным. То есть, менее 10% от тех детей, которые говорят на украинском языке, могут обучаться на родном языке. Но вот если предположить, что норма, которая в так называемую Конституцию Республики Крым вписана, о том, что три государственных языка действуют в Крыму, в том числе и украинский, то вот это вот падение от 13,5 тысяч человек, у которых была возможность обучаться на украинском языке в 2013 году, до цифры 371 в 2016, вот в эту цифру очень сложно поверить. Как это может выглядеть на практике? Ведь де-юры, да, ну, если говорить о том, что в Крыму вообще какое-то законодательное поле действует, могут же родители потребовать, чтобы открыли класс с украинским языком обучения. Как так происходит, что в итоге этих классов нет? Происходит. Обычно в конце учебного года проводится английское собрание. В случае, так было, когда Украина распространяла свою юридическую на Крым. Где предлагалось детям, родителям выбрать язык обучения, на котором будут обучаться дети. В данной ситуации, в связи с тем, что как в СМИ, так и в суд политиков, и в заявлениях политиков, так и по рекомендации учителей, и по заявлениям, опять же, тех же учителей, сейчас идет очень острая пропаганда против всего украинского, в том числе и проявления украинской идентичности и украинского языка. И люди, им чисто просто в открытую не рекомендуют писать эти заявления. А те единицы, которые хотят, их просто говорят, что ну вы же один-два человека, поэтому вам как бы ради вас никто не будет создавать классы. И люди просто психологически боятся идти против большинства. Ну это нормально, с точки зрения человека, то есть это всегда так было. Поэтому люди просто отказываются вписать заявление о русский язык. И в связи с этим власти имеют повод заявить, что в связи с тем, что желающих нету, количество классов будет сокращаться. То есть это в первую очередь связано с очень сильной антиукраинской пропагандой в СМИ и среди из уст политиков Крыма и Российской Федерации. А в школу насколько проникла пропаганда сейчас в Крыму? Попадает ли эта ситуация как-то в ваш мониторинг? Отмечаете ли вы ее как-то отдельно? Я сейчас говорю о так называемом патриотическом воспитании и прочих явлениях. Наш мониторинг привел в очень интересный момент. Даже в тех классах, где преподавание ведется на украинском языке, и в школах, одна школа осталась, где преподается преподавание на украинском языке, история преподается на русском. И учебники, по которым учатся дети, учебники Российской Федерации. То есть это предмет, который формирует отношение к родине и в дальнейшее мироощущение человека. И в данном случае на лицо видна политика, что даже если человек учит, например, математику и физику на украинском языке, историю он будет изучать российскую. И изучать он будет на российском языке, и его будут учителя в школе приучать к мысли о том, что... Ну, соответственно, приучать к мысли о том, что... Крым расистий, Россия великая держава, и, соответственно, остальные духовные скрепки... Я прошу прощения, возможно, вы знаете, а вот события весны 14-го года в этих учебниках, которые им дают, уже изложены как-то или их пока так объясняют? Да, там проводились несколько экспериментальных уроков, так называемых, о Крыме в некоторых школах. И в учебниках уже изложена история, ну, официальная позиция, что в Украине произошел нацистический переворот, и Крым добровольно присоединился к Российской Федерации. То есть там не говорится о том, что вводились войска, не о том, что ботировались военнослужащие части, что нападали на людей, которые выступали против оккупации Крыма. Вообще слово «оккупация» не звучит в данном случае. В учебниках истории это выглядит как добровольное присоединение для того, чтобы избежать от нацистического перевода в Украине. Есть ли у правозащитников какие-то рекомендации, если вот родители ребенка столкнулись с тем, что не обеспечивается его право на образование на украинском языке, либо ребенка как-то подвергают воздействию на вот подобные пропаганды, что делать? Есть ли совет какой-то? Требовать. Требовать свое право, поскольку даже с точки зрения так называемых законов правительства Крыма украинский язык является одним из государственных языков. И родители имеют право требовать, чтобы их ребенок обучался на том языке, на котором он говорит. Программы, учебные программы заложено, что обучение в Крыму ведется на трех языках. И поэтому, с точки зрения действующего в Крыму законодательства, родители могут требовать исполнения своих прав. С другой стороны, это касается не родителей, а больше правительства Украины. Я бы рекомендовал все-таки больше внимания привлекать к тому, чтобы привлекать детей, которые закончили школу, для включения абитуриентов в вузы Крыма, давать им трудные условия. Поскольку именно выпускники вузов формируют так называемую элиту, которая потом решает и руководит тем же Крымом. И чем больше детей из Крыма будет обучаться в Украине, тем больше они будут себя ассоциировать с Украиной, как со своей родиной. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. К нашему разговору присоединяется Олег Ахредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, доброе утро. Доброе утро. Да, давайте вот на такой вопрос ответим, потому что критики могут нам возразить, что, мол, раз уж так сократилось количество классов обучения на украинском языке, с 13,5 тысяч до менее чем 500 человек, то, возможно, он и не нужен там никому теперь стал. По вашим данным, по вашим наблюдениям, насколько сейчас востребовано обучение на украинском языке в Крыму? На данный момент обучение очень серьезно востребовано, потому что обучение на украинском языке уже перешло даже в другую функцию. Она стала, кроме образовательной функции, нести с собой еще функцию сопротивления, функцию непосредственного сопротивления оккупации, потому что это прямой посыл вот такой своеобразный, что я украинец, я украинский гражданин. Да, то, что Россия сейчас очень серьезно маневрирует и пытается показать о том, что обучение на украинском языке идет, но она, как всегда, говорит немножко неправду, либо говорит своеобразно, то есть маневрирует цифрами. Ну, например, то есть подаются данные, что на сегодняшний день около 20 тысяч крымчан обучаются на украинском языке. Это официальный ответ Министерства образования так называемого оккупированного Крыма, но они показывают о том, что это образование идет во внеурочный час. То есть вот вы можете проконтролировать, как вам внеурочный час занимаются дети украинскими языком? Нет, вот они спокойно и показывают о том, что это происходит. Это первое. И второе, не нужно забывать о том, что в соответствии с российскими законами обучение на языках, кроме русского, ведется до 10-го класса. То есть 10-11 класс, а обучение только на русском языке. Насколько увеличила популярность обучения на украинском языке упрощение порядка поступления абитуриентов из Крыма в вузы на материковой части страны? Потому что украинский язык для этого знать необходимо. И насколько вот такая необходимость, она вот подстегивает популярность этого языка? Очень серьезно подстегивает, потому что мы видим рост, очень серьезный рост количества поступивших студентов на территорию Украины. Сейчас окончательных данных еще нет, потому что происходит перераспределение коммерции, бюджет. Плюс нет данных по количеству тех, которые поступали по системе ЖНО. Но, тем не менее, дети стараются и хотят обучаться на украинском языке. И, по нашим данным, очень многие нанимают даже репетиторов, и не только в самом Крыму, но даже нанимают репетиторов из Одессы, по скайпу, еще что-то, и готовятся для того, чтобы поступать в украинские вузы. Но также дети стараются обучаться не только в 11 классе, но еще раньше. Нам приходили запросы о том, как можно дистанционно готовить ребенка, например, в 3 классе. То есть вот такая система о том, что украинский язык действительно становится очень серьезно востребованным. Путний день. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор с Олегом Ахредько, аналитиком Центра гражданского просвещения «Альменда». По вашему мнению, Олег, достаточно ли государство Украина делает для того, чтобы как-то обеспечить права своих граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях, я сейчас говорю о Крымском полуострове, да, в том числе право на получение образования на государственном языке. На данный момент делает больше, чем было, но меньше, чем хотелось. Вот такая определенная фраза. Что нас очень серьезно не устраивает. Это первое, именно действительно образование для школ. То есть создание какого-то единого, может быть, блока или какого-то единого учебного заведения, которое бы заводит антонное образование. Потому что на сегодняшний день отсутствует платформа, отсутствует, как таковая, допустим, та же оплата ученикам, и отсутствует даже система защиты, система безопасности. Потому что даже обучение на территории Украины может вызвать некоторые неприятности для детей и родителей из оккупированного Крыма. Но, тем не менее, шаги определенные сделаны. Уже появляются, например, на разных сайтах подготовительные курсы, подготовка к ЗНО. И, я думаю, это будет очень серьезно развиваться в этом году. К нашему разговору присоединяется Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Также напоминаю, что с нами на связи Олега Хретько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, если у вас к Борису будут вопросы, вы можете также их задавать. Также я напоминаю, что у наших радиослушателей есть возможность присоединиться к разговору и тоже напрямую пообщаться с нашими экспертами. 8 800 10 06 926 – этот номер телефона для жителей Крымского полуострова, для жителей материковой части страны – 044 490 2905. Переходим к разговору с Борисом Бабиным. Борис, обращается ли в постоянное представительство президента Украины, родители, школьников, либо сами абитуриенты, которые готовятся поступать, либо поступают в вузы на материковой части страны, с какими проблемами чаще всего обращаются, если есть такие обращения? «Таких доброго дня, таких звернень, напрямую повязанных с обществом, небагато. Пояснюю чему. В принципе, на материковой части страны Украины на сегодня механизмы экстернату для школьников, которые мешают в Крыму, механизмы вступа до высших учебных закладов для абитуриентов в целом отработаны. Там есть проблемы, но они уже не стосуются вопроса законодательного регулирования. Они стосуются, ну, например, так, это делают педагоги Херсонщины, например, те, кто с нами спілкувался, у нас была абсолютно отвертая зустрічная разговора. Знаете, они это делают не за страх, а за совесть. Но мы все доросли люди, никто им никаких додатковых денег на это, самым на заработную платную, например, этим споработникам, на інши питания не виділяет. Я вважаю, что это неправильно, потому что, если мы добавляем додатково этим государственным заведениям школы и высшие навчальные заклады, мы должны витрачать деньги не только на ученых, но и на додатковых, но и на тех, кто их учет. Вы знаете, такой гражданский подход «працюй за подяку», он, ну, будет отвертым и неэффективным. Другая большая проблема. Великая проблема – проблема реального информирования ученей в Крыму. Вы знаете, ситуация мовы и ненависти, ситуация российской пропаганды там діє. И мы должны обработать шляхи протодей. До речи, для меня очень удивительно, что досы основные телеканалы, которые ведутся в материковой Украине, мовленные на Крым, до речи, радиостанции не имеют какого-то, знаете, постойной социальной рекламы с этого привода. Потому что информационные программы – это добро, аналитика – это добро, но родители, очень часто потребуют на додатковое информирование. На сегодня, особенно это касается высших учебных закладов, мова, знаете, идет про информирование от особи до особи. То есть конкретный абитуриент, который уже поступил, он стает комуникатором, он ездит в Крым, он, как говорится, передает документы, стает таким човниковым посредником между учебным закладом и другими абитуриентами, потом они также подтягиваются. Это, естественно, работает не очень эффективно. И поэтому мы имеем низкую цифру абитуриентов и низкую цифру учебных, значительно меньше сегодня, чем могут опрацовать даже высшие учебные заклады Херсонщины. Я уже не говорю про другие регионы Украины. И у нас есть еще другая большая проблема. У нас есть проблема учебного, выкладывания крымско-татарской мовы. Вот об этом я хотел спросить. Да, сегодня, кроме традиционной праздничной линейки, в общеобразовательной школе номер один Новоалексеевской, которая в Геническом районе находится, сегодня было торжественное открытие первого в Украине класса с крымско-татарским языком преподавания. Вот об этом расскажите нам, да. В чем тут есть проблема? На жаль, у нас мовная политика в определенной мере недосконала. Зокрема, это связано с неврешением статусу коренных народов в Украине, отсутствием адекватного законопроекта, с этого привода, который отвечает международным стандартам, и отсутствием певных стратегий, что, например, реализация прав крымско-татарского народа, это в полной мере дезорієнтует самих батьков, навіть. Бо уявите собі, в школе, где в первый класс пішло 46 крымско-татарских детей, лише 11 погодилися, их батьки, на то, чтобы их класс был крымско-татарской мовой навчанья. Бо батьки в сегодняшних умовах материка також, в певную меру, на жаль, демотивованы в том, чтобы сохранить национальную мову и культуру крымско-татарского народа в полном обществе. Это абсолютно неприятно для нас. Крымско-татарский народ, как и карими, да крымчаки, например, есть коренным народом Украины. И завданием Украины есть бережение его мови, не просто, знаете, как какого-то академического курса для филологов, нет, как живой мови, спелкувание. Это наш международный обязанности – бережать мову коренного народа. И поэтому мы должны прикладывать максимальных усилий, чтобы классик с крымско-татарской мовой – навчанья, саме навчанья, не вивчанья, на материковой частине Украины были належным шляхом забезпечені, чтобы батьки видели, что это не какая-то часть примка, что это государственная политика, чтобы эти дети потом имеют перспективу прасти, например, как викладачи крымско-татарской мови, как филологов, как учеников, как юристов, политиков, других гуманитарей в сфере защиту прав крымско-татарского народа, и чтобы это была перспектива. И тогда, я думаю, будет не 11 первоклассников, вы знаете, это свято со слезами на очах, а будет их больше. Это моя надежда. Какая сейчас потребность в создании инфраструктуры, как раз в создании этих классов с обучением на крымско-татарском языке, учитывая, что достаточно большое количество переселенцев из Крыма вынужденных? Смотрите, ситуация следующая. В конце 60-70-е годы 20-го столетия люди были замужены селиться в Херсонщину, потому что их не пускали в Крым. Поэтому эта часть расселения крымско-татар на материковой частини существует в Херсонщине. Это как раз Генічевский район насамперед. И именно там мы имеем эти школы, эти классы. Это также, в частности, внутренне перемещенных людей с Крымом, потому что они также туда приезжают. Но это и дети тех людей, которые там жили до анексии. И поэтому в этой ситуации, когда в Крыму на сегодня, на жаль, мы бачим утиски крымско-татарской мовы, мы маем сберегать потенциал на майбутнє. Мы маем готувать вчителей, мы маем готувать педагогов, аналитиков, перекладачів крымско-татарской мовы, потому что это должна быть и дальше жива мова, как на материковой частини Украины, так и в Крыму. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Обсуждали мы, как начинается учебный год в оккупированном Крыму и для крымчан на материковой части Украины, и о том, как в Крыму соблюдается право на обучение на родном языке. И мы видим, что на материковой части Украины с этим дела обстоят гораздо лучше. Продолжаем эфир, продолжим после выпуска новостей. Слушайте радио Крымреалии на средних волнах АЭМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 100,7 МГц. На сайте Крымреалии. Крымреалии. Крымреалии.